Ну что, всем привет! Вообще, конечно, вас больше, чуть-чуть больше, чем я ожидал. Я надеялся, что это никто не увидит, наш такой кринжовый собес, и что не будет записи, но, видимо, она будет. Ну, ладно, что же поделать. Значит, смотрите, вы, думаю, все знаете вот эти странные такие этапы собеседований, где много этапов, они странные, не дают фидбэк или еще что-то. В общем, мы немножко прошлись по нашим хорошим знакомам, по себе, поспоминали, собрали такие самые странные вещи, собрали их в одну, так сказать, солярку сборную, и сегодня это как-то покажем, попробуем, поимпровизируем. Жень, ты готов? Нет. Жаль. Ну вот, погнали. Итак, собственно, этап первый, этап с HR-скринингом. Евгений, прошу вас, проходите, присаживайтесь. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, у нас очень, конечно, хорошая компания, вы пришли не просто так, я уверен, мы нашли вас, вы нашли нас. Что с вами, почему вы так хитро смотрите? Вот, расскажите немножко о себе, какой ваш опыт, чем вы занимались, почему вы выбрали именно нас? Ну, знаете, я уже целых два года пишу продакшн-код в очень серьезном большом банке. Вы здесь понимаете, о чем я, да? Очень серьезно. Конечно, конечно. Вот, и в общем, я уже два года, в общем, я очень много прокачиваюсь, я люблю прокачиваться, что прокачиваться это очень круто. И вот уже спустя год после моей активной прокачки мне дали в команду двух джунов, и теперь я тим-лид разработки в большом серьезном банке. Вот это примерно то, чем я занимаюсь. Вы знаете, Евгений, у нас несколько этапов собеседований, примерно пять алгоритмических секций и еще три психологические секции. Вас это устраивает? Вы готовы пройти? Ну, в принципе, я только алгоритмические секции умею проходить, так что я готов. Прекрасно, прекрасно. На самом деле это не так, у нас всего три этапа. Вот, это был просто сам по себе такой психологический тест, насколько вы готовы, насколько вы лояльно относитесь к нашей компании. Собственно, у меня есть некоторые вопросы, которые мы обычно спрашиваем на скрининге. Один из них, собственно, какие типы данных в Python вы знаете? Дам вам подсказку, не переживайте, их всего два. Ну, вы знаете, это, наверное, несколько странный вопрос, потому что я пришел на собеседование на TeamLead, и у меня стек RLang. Извините, да, простите, я не посмотрел. У меня есть другой файлик на такой случай, тогда можете сказать, что делает точка? Ну, в RLang точка – это наверняка оператор завершения выражения. Ну, это не совсем правильный ответ, Евгений. Вообще-то точка – это такой банк для предпринимателей. Будьте, пожалуйста, внимательнее. Простите, пожалуйста. Ну, ничего страшного, ничего страшного. У меня есть еще вопросы. Собственно, как вы знаете, мы, собственно, модный достаточно амбициозный стартап, у нас, соответственно, обязательно кубернетис, как у всех, да, как бы стандарт индустрии, вот, и нам принципиально важно, чтобы у кандидата был десятилетний опыт владения кубернетисом, вот, подскажите, как вы с ним, как давно пользуетесь, больше ли 10 лет у вас на нем? Ну, знаете, мне всего 20 лет, но я уже со средней школы активно деплою в кубернетис, поэтому вам не стоит сомневаться в моих навыках. Что ж, прекрасно, прекрасно, звучит очень амбициозно, Дмитрий. Евгений. Ну, вы знаете, вас просто, я обычно определяю имена по лицу, сам кандидатов, вот, и у вас такое лицо, что вы больше похожи на Дмитрия, вот, но, я думаю, ничего страшно. Вот, возможно, у вас, кстати, есть какие-то вопросы о компании, что вы, почему выбрали нас, опять же? Знаете, я пришел на собеседование, но я так до сих пор и не понял, чем же ваша компания вообще занимается? Прекрасный, прекрасный вопрос. Вы знаете, у нас очень, опять же, как я сказал, уже молодая амбициозная компания, можно сказать, топ-1 своей нише. Мы помогаем компаниям находить кандидатов для поиска, соответственно, кандидатов, то есть, ну, знаете, такой adtech, adchartech, вот, где-то на стыке этого, опять же, это сейчас новое модное слово в нише. То есть, если раньше были просто компании, которые помогают найти разработчиков, то мы помогаем найти компании, которые помогают найти разработчиков. Вот, собственно, уже прошли ряд инвестиций, как вы понимаете, есть, как бы, бюджеты, активный найм в многие разные команды. Вот, собственно, примерно этим компания занимается. Ну, я уже чувствую, как хорошо у вас поставлен процесс найма, видимо, вы очень хорошо справляетесь со своей работой. Конечно, конечно. Смотрите, а вот мне очень интересно, как у вас вообще там с гибкими методологиями в компании, вот time-to-market какой у вас? Ну, у нас, в принципе, тоже, как и стандартные индустрии, то есть, у нас есть скрим, то есть, агили, вот это все, юзерпоинты, да, обязательно, конечно же, нельзя без этого. Где-то местами ребята применяют и кабанчика, вот, то есть, там все хорошо, путон, все самое, у нас, по стекам у нас есть бэкэнд, фронтэнд, немножко, так сказать, нейроночек тоже обязательно, естественно. Вот, за это, правда, отвечает там всего один разработчик, но мы, говорю, опять же, активно нанимаем в команду, надеемся, что вы хорошо как раз ее усилите, своей сильной кандидатурой. Так, секундочку, секундочку, посмотрите. Ну, у меня есть еще, наверное, такой вопрос, он, конечно, не очень важный, самый такой, менее критичный, но, вы знаете, я очень много исследовал рынок и, примерно, зная, сколько я могу стоить, вот, сколько денег вы мне можете предложить? Ну, вы знаете, мы на ранних стадиях собеседования такое обычно не обсуждаем, обычно это по результатам собеседования, а не скромный вопрос, сколько вы бы хотели? 0,5. 0,5 чего? Ляма. Ляма? Ну, видимо, белорусских рублей, я так понимаю, да, мы же белорусский стартап. Ну, мы можем обсудить. Ну, что ж, хорошо, мы еще оценим ваши хардскиллы, конечно же, и по результатам собеседования посмотрим, как бы, насколько вы претендуете в нашей компании. Так, собственно, про процесс я вам рассказал, про стек мы обсудили. Вы знаете, хотел отметить, что очень радует ваш внешний вид, что вы один из тех немногих людей, кто опрятно, как бы, оделся на собеседование, то приходят иногда некоторые всякие худи в футболках, в общем, сразу видно, что такие еще вчерашние студенты без опыта, без какого-либо уважения вообще к собеседующим. Ну, да, я очень серьезный кандидат, поэтому только серьезно прихожу и с серьезным настроем. Прекрасный, прекрасный настрой. Вы знаете, у нас еще есть этап, собственно, по хардскилламу с CTO. У него обычно, правда, очень загруженный график, но я вот сейчас смотрю в календаре, ему только что кто-то убрал встречу, и есть примерно там 10-15 минуточек, я могу попробовать его выцепить, и мы проведем прямо сейчас как бы этап с ним. Вы не против? Да, я готов на все столовые. Все, отлично, тогда я попробую найти его сейчас где-нибудь в столовой и приведу к вам. А второго стаканчика не будет? Тебе не предлагаю. Папа твой придет, ругаться будет, малолеток спаиваю. Так, давайте посмотрим, что тут у нас. Вы знаете, впечатляющее резюме, очень богатое. Спасибо. Хорошо. Ну, давайте, рассказывайте, что знаете, чем занимаетесь? Ну, знаете, я последние два месяца веду уже два проекта в своей компании. Значит, первый проект – это такой чат. Простите, что? Ну, два проекта веду. Я проект лид в большом серьезном банке. Нет, простите, пожалуйста, мы разговариваем с вами на каком сейчас языке? На казахстанском? Мы в Беларуси сидим, давайте, пожалуйста, на русском языке. Молодой человек. Ну, что вы, на самом деле, несерьезно. Ну, в общем, есть две инициативы в нашей большой серьезной компании, за которые отвечаю я. В общем, первый из них – это такой месседжинг, юзер-месседжинг, где наши клиенты могут общаться. Знаете, вообще неинтересно, давайте дальше. Ну, ладно, второй проект – это такой, знаете, это чат-баты, которые в этом, собственно, помогают автоматически отвечать на вопросы наших клиентов, чтобы экономить деньги, которые мы тратим на зарплату. Что еще у тебя есть там? Ну, еще я недавно тестовое писал, в общем, в другой серьезный банк, и это тоже был чат. Ну, звучит интересно, продолжай. Ну, короче, там был такой чат, который надо было написать на Ирланге, в общем. Мне сказали, что нагрузка должна быть… Не, слушай, давай, завязывай, короче, тоже щепуха. Слушай, а что, какой сейчас час? Сейчас 11.00. В Unix формате? Ну, вы знаете, я не могу провести прямо сейчас такой калькулейт, но могу сказать, как вычислить Unix формат. Чтобы его вычислить, нам нужно понять, сколько дней прошло с момента 1 января 70-го года. Подожди, а что там, какие кокули? Какие кокули? Ну, говоришь, я сейчас не могу сделать кокули. Ну, после ваших вопросов кокули я могу сделать, но… Кокули в голове получается, да? Нет, простите, пожалуйста. Ладно, давай, мы в приличном обществе, ты просто не выражайся, я по непрадству не терплю. Извините. Давай, следующий вопрос. По моим подсчетам сейчас миллиард, 714 миллионов, 112 тысяч в секунду. Доверяю вашей оценке. Давай, такой очень легкий вопрос. Как бы каждый, сейчас спрашиваю абсолютно, как про патчика DE2 под FreeBSD? Ну, знаете, я считаю, что лучше вам взять МАК. Нет, ты знаешь, брат, я завязался этим делом 15 лет назад. Я, ну, как бы, понимаешь, хочу, вот дядюшка Боб, он когда умрет, я хочу его пережить, чтобы потом, когда, ну, я того самого, понимаешь, он меня у ворот встретил, райских, и как с понимающего спросил. Ничего ты не понимаешь, щегол, ладно. Нет, конечно, очень плохо, ладно. Давай попробуем еще. Вот как влияют космические лучи на квантовые квазикоммутативные вычисления? Негатив. Отрицательно. Это ученый такой, да, негатив? А как он считает? Он считает, что отрицательно влияют лучи космические. На что? На квази-вычисления. Какие? Электронные. Зачем? Не знаю. А зачем? А ты кто? Ладно, завязывай, неинтересно. Слушай, давай вот такой вопрос, вообще максимально простой, я сам каждый день это делаю. Дан такой байт-код, слушай внимательно, 10010011100100100100111. Что будет вычислением? 42. Так, блин, это же. Это xbx. Это mof cxax. Zero, multterminate. Слушай, правильно, а как ты это сделал? Ну, знаете, я просто люблю прокачиваться, и в этом я тоже прокачу. Я так-то от балды вообще говорил, как бы, ну, солидно, солидно, хорошо. Зачка, в сущности, конечно, плевая, как бы, или любой ее может решить, но молочек, шегол, молочек, ну, хорошо соображаешь. Ладно, ну, давай такой вопрос тогда посерьезнее тебе. У нас тут рождается проект, как бы, ну, он такой, понимаешь, там между нами. Как создать вот кольцевую одноранговую пир-то-пир сеть с блокчейном, обменом через очереди? Самая такая банальщина. Давай. Значит, берете вы блокчейн-сеть, в общем, раз, рядом берете пир-то-пир протокол, в общем. Не, как оно у тебя работать-то будет? Давай, давай, посерьезнее, соберись. Ну, работать оно у меня будет качественно, без багов. Да, короче, там мы просто поставим проводочки, петли сделаем на вланах, закроемся вафами, втыкнем реверс прокси, ну, вот замокнем пир в двадцать восьмую, обмазываемшую контрактами. Ну, я вот это имел в виду. Блин, классная идея, надо записать. Абсолютно согласен, идея отличная. Так бы я и сделал. Не знаю даже, что спросить. А может, можно я вам задам пару вопросов? А давай, давай. А чем занимается ваша компания? А я налоговая, мне должно быть интересно. Давай дальше. Так, подождите. А вот как вы работаете с техдолгом? Нет, ну, я у тех в долг не беру, поэтому как бы завязал. Знаешь, кредо у меня такое. Давай, давай следующий вопрос. Ну, наверное, у меня такой последний вопрос. Вот знаете, у вас, наверное, есть какие-нибудь программисты. Вот как вы оцениваете их перформанс? А, ну, тут как все по стандартам индустрии. Ну, мы, значит, берем комитики, берем задачки в жире, таск трекинг, значит, считаем количество строк, делаем умножение, проверяем количество перекуров, созвоны в зуме. Иксолу знаете? Нет. Зря. Хорошо. Обязательно ознакомлюсь. Так. Вот смотрю я на вас и думаю, вы на какую позицию так к нам вообще пришли претендовать, молодой человек? Тим лид. Тим лид. Тим лид. Так ты нянечкой пришел. Я думал, я с нормальным человеком общаюсь. Прости, пожалуйста. Вот крайнее недоразумение. Слушай, Шегол, ну ты неплохо держался в такой профессии, кстати, еще мужчина, это большая редкость. Да, я как бы... Ну, это твой выбор. Я не могу тебя за него осуждать. Ну, хотя осуждаю. Так. Что там? Команда, да? Давай по демингу. Как будем качественную разработку организовывать? Ну, значит, по демингу у нас есть цикл, который состоит из четырех этапов. На каждом из них мы делаем какое-то действие, а потом, собственно, по итогам предыдущего действия мы совершаем следующее действие. И в итоге мы получаем такой процесс, который улучшает качество нашей работы. О, обед. Ой, я смотрю, наш сетё уже ушёл, видимо... Да, всё-таки он был, я понял. Как Евгений вам? Собес, видимо, всё хорошо? Ну, хорошо, я понял, да. Собственно, вы знаете, я пока доходил до кухни, встретил нашего SEO как раз. Она расскажет сейчас вам заодно про нашу компанию, про бизнес. Сейчас, подождите секундочку. Опять убегает. Вот сюда, 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 сюда. Да, 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 вот здесь, вот, да, 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 пожалуйста, сюда. Здрасте. Здравствуйте. Коленька, подождите, пожалуйста, а мы в каком числом поясе сейчас? Тамара Геннадь, ну мы в Москве, ну как, по-белорусскому, ну в Белоруссии, но по-московскому. Ну как вчера. Ага. Так, а времени? Ага. Ой, мне, подождите, кружочек нужно записать. Вы не против? Всем приветики. Сейчас я вам покажу, как я провожу собеседование по своему unique method. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут, напомните, пожалуйста? Евгений. Ага. А ко мне обратитесь, пожалуйста. Уважаемая Екатерина. А отчество? Антоновна. Минус балл. Ага. Давайте дальше. Что у нас? Вы вообще в мое интервью на Forbes не читали, я не поняла? Обязательно ознакомлюсь. Ну, я, конечно, не знаю, как вы хотите работать в нашей компании, если вы ничего о ней не знаете. Ну, давайте начнем с того, что… Расскажите мне, пожалуйста, вы вообще на какую позицию к нам пришли? Ну, знаете, я пришел на позицию TeamLead'а, на StackerLang. В общем, хочу причинять пользу, наносить добро. Так, подождите. Напомните мне, пожалуйста, записать кружочек через час. Так, что вы говорили? Ну, в общем, я на позицию TeamLead'а пришел, чтобы разработку… Это в команду маркетинга, да? Не знаю. Мне пока не сказали, в какую. Ну, вы как-то плохо подготовились, конечно. Ну, давайте дальше. Расскажите мне, кем вы себя видите через пять лет? Хотя нет, давайте с другого вопроса начнем. Почему я должна рассматривать вас как кандидата в нашу компанию, в наш самый успешный в Беларуси стартап? Ну, знаете, я очень люблю прокачиваться и считаю, что я буду прокачиваться в нужную сторону для вашей компании и просить повышение зарплаты не слишком часто, не чаще, чем раз в месяц на какие-то разумные суммы. Поэтому я сэкономлю вам очень много денег и прокачаю ваш стартап, если пойму, чем он занимается, конечно же. Ну, это вы, конечно, сами должны были изучить. Я думала, что вы будете более готовы. Окей, у меня для вас есть одна небольшая задача. Я ее даю только людям, которых я готова к себе взять. Вот есть древняя простоквашина. В ней живут люди. Вот вы знаете такую деревню? Она существует? Возможно. Она очень успешная. Там живут мои родители. Подскажите, пожалуйста, у вас стоит задача посчитать количество такси. Вы не можете туда съездить. Посчитать количество такси в этой деревне. Справьтесь, пожалуйста, с этой задачей. Ну, знаете, я могу предположить, что в деревне простоквашина, наверное, как и в среднем в деревне по нашей стране, от 300 до 600 домохозяйств. Наверное, 80% из них есть машины. Как мы все точно знаем... Запишите, пожалуйста, меня на стрижку через неделю. Да, как мы все точно знаем, что каждый десятый автовладелец в душе таксист. Поэтому я считаю, что мой ответ будет 42. Что вы сказали? 42. Что 42? Таксиста. Где? В вычислениях в деревне. В простоквашина. Ну, конечно же, нет. Там же работает мой отец. А у него бизнес такси. Он единственный. У нас это семейное. Мы самые успешные предприниматели в своем городе и в своей стране. Он единственный предприниматель таксист. Поэтому такси одно. Ездит по деревне только он. Мы не справились с этой задачей. Простите. Ну, я даже не знаю, как вас рассматривать. Ну, может быть, у вас есть какие-нибудь идеи по развитию нашего бизнеса? Ну, вы знаете, я бы хотел понять, в какую сторону движется ваш бизнес, как он будет вообще расти и развиваться. И тогда я смог бы предложить какие-то здесь крутые прорывные идеи. Но прямо сейчас могу сказать, что я как тим-лид, я могу прийти, наводить процессы, помочь вам улучшить свой тайм-то-маркет, помочь работать… Подождите, подождите. Что вы сказали сейчас? Ну, тайм-то-маркет вам улучшить, помочь… А это что такое? Это ТТМ. Можно я запишу, да? Да, конечно. Диктуйте. Тайм-то-маркет. Ага. А значит что? ТТМ. Ну, расшифруйте, пожалуйста. Что это означает? Тайм-то-маркет. Ну, для чего он нам нужен? Как он поможет нам заработать больше денег? Ну, мы можем его прокачивать и говорить, что у нас хороший тайм-то-маркет. Так. Ну, это в целом неплохая идея. Я ее себе запишу. Так, какие у вас еще есть идеи? Ну, знаете, можно еще нанять людей ко мне в команду, если я буду тем лидом. Я уже управлял целыми двумя стажерами и готов пойти на повышение, взять трех. В общем, самый сильный из них выживет и станет ценным сотрудником для нашей компании. Ну, вот если смотреть на вас в нашей компании через пять лет, как вы себя вообще видите, кем, что вы делаете, какие деньги вы можете нам принести, какую эффективность, как мы с вами вместе станем более успешными, почему я вообще должна на вас обращать внимание, почему я должна вам довериться, поверить, потратить на вас вот это время свое драгоценное. Кстати, подождите. Зиночка, запиши мне, пожалуйста, на маникюру на сегодня вечер. Ну, знаете, самое простое, на что я могу сразу же ответить, кем я вижу себя через пять лет. В общем-то, я вижу себя через пять лет сетевого вашего стартапа. Я считаю, что я намного лучше справлюсь с этой ролью. Я надеюсь, его здесь нет. А, кстати, CTO у нас как раз нет. У нас есть только технический директор, а позиция CTO кажется еще открыта. А, ну вот тогда он может статься техническим директором, а я буду CTO. И вместе мы наверняка прокачаем ваш стартап. Может быть, у вас ко мне какие-то вопросы есть тоже? Ну, знаете, я хотел бы узнать, а какие вообще у меня перспективы роста? Да, я вот стану через пять лет CTO. А как вообще, какие шаги на этом пути у меня будут? Как вы будете измерять мой перформанс и повышать меня? Ну, вы после собеседования обязательно зайдите на Forbes, пожалуйста, почитайте моё интервью. Я там очень подробно рассказываю о том, какие мы успешные. Мы вообще просто номер один везде. У нас такой проект, он там и про AdFood, FinTech. И вы в целом, если будете у нас, то… Ну, подождите, мне кажется, мне рассказывали про какой-то другой проект. Да вы подождите. Ну вот если говорить про перспективы, то в целом я очень успешным кандидатом, но я, правда, пока вас не увидела, этого кандидата. Но, может быть, у вас ещё будет шанс на это. Я предлагаю купить опционы в нашей компании. Это можно сделать вместо зарплаты. Это прямо тогда у вас будет вообще неограниченный доход. Вы сможете зарабатывать. Ну, вообще просто, что не сможете себе отказывать ни в чём. Сможете себе арендовать машину, снять квартиру, ходить на обеды. Вы будете просто очень успешным. Но для этого вам нужно будет купить опционы в нашей компании, и тогда ваша жизнь вообще превратится просто в сказку. Дайте два. Да, без проблем. Один опцион стоит 3 миллиона. Одну десятую можно опциона купить? Нет, можно только три опциона купить. Тогда нужно подкопить. У нас просто кратно четырём продаётся. Либо два, либо три можно взять. Хорошо. Сколько берёте? Ноль. А в кредит даёте? В микрокредиты даём. Это есть у нас ещё одна компания, даём в микрокредит. Тогда я беру четыре. Нет, мы только кратно четырём берём. Четыре на четыре не кратно. Два или три? Три можно. Три можно. Тогда получается три опциона, по три миллиона. Сейчас, подождите. Сейчас GPT зайду. А, нет, я не умею им пользоваться сейчас. Шесть миллионов я посчитал. Можно мне верить. Двенадцать же получается. Нет, точно не могу такого быть. Три опциона, по три миллиона. Двенадцать. Шесть. Ну вот у вас пальцев сколько? Пересчитайте. Пять. А на второй руке? Пять. А в руке всего две пальцев по пять. А тут три опциона, по три миллиона. Двенадцать. Хорошо. Всё. Даю вам подумать. Ну и, может, ещё вопросы какие-то у вас есть? Ну, меня очень сильно интересует перспектива развития вашего бизнеса. Каким будет ваш бизнес через пять лет, чтобы я хотел быть в нём CTO? Ну, смотрите, тут вопрос, конечно, понятный. Я на него отвечаю каждый день примерно по несколько раз. Мне подписчики пишут постоянно, говорят, Екатерина, расскажите, расскажите. Ну, каким будет наш бизнес через пять лет? Ну, он будет самый успешный в мире, естественно. Я думаю, что нам даже мира мало. Нам, наверное, не знаю, что нам с этим делать. Ну, в целом всё. А как же вот этот вот HR-тех там? Я так понял, это какая-то… Какой ещё HR-тех? Галера-галера, вот это вот всё. Подождите, мы же с вами говорили про AdFoodFinTech. Тех, тех. Блин, короче, я не туда пришла. Я смотрю, Евгений, был очень интересный у вас этап собеседования с SEO, видимо, да? Да, я очень многое понял в этой жизни. Примерно на 10 миллилитров, ага, понятно. Собственно, ну что, как вам, судя по заигранным глазам, оживлённым нашего SEO, вы очень хорошо себя проявили. Вот, собственно, я хочу вам предложить наш последний, так сказать, микроэтап. Это собеседование с командой. Вы сможете позадавать им вопросы, они смогут позадавать вам вопросы, естественно. Собственно, вот наша команда. И я думаю, у вас есть к ним какие-то вопросы о процессах, о стеках. Ну, знаете, я уже понял, что у вас тут очень-очень увлекательно и очень хорошее руководство. Мне вот интересно, чем вам нравится ваша работа в этой компании? Ну, давайте мы кого-нибудь подойдём и спросим. Чем вам нравится работа в нашей компании? Печенек много. Печенек – это хорошо. Может, у вас ещё есть какие-то вопросы? Кроме печенек, может быть, что-нибудь есть? У СТО разные носки. Я каждый день на них смотрю. Это праздник. Шикарно. Буду тоже носить разные носки, потому что у меня есть карьерный путь. Так, ну, смотрите, мне ещё очень сильно интересно, а как вообще вас с переработками заставляют вас по ночам работать, я не знаю, выходной? Вообще мы не приветствуем каркокульт, конечно же, но давайте спросим. Давайте спросим обязательно. Мы сами с удовольствием работаем ночью. Ну, мы, конечно, руководители осуждают каркокульт, но мы не препятствуем нашим разработчикам, сотрудникам. Возможно, у команды, естественно, есть вопросы к вам, Евгений, как к кандидату. Из личной практики вопрос. Почему крокодилы не летают? Потому что им и так хорошо, я считаю. Так сказать, не нужно, глубокая метафора, не нужно делать фичи, если клиент и так всем доволен. Сильно, сильно. Это я имел в виду. Да, возможно, есть ещё другие вопросы. У нас очень интровертная команда, не все готовы задавать вопросы, но, может быть, мы всё-таки найдём кого-то. Там есть рука ещё. Подскажите, как вам японский виски, который вы взяли у нашего Тихлида? Ну, знаете, у меня ещё пока нет стакана, как бы опять из горла — это путь не в сторону CTO, а в другую сторону. Поэтому я обязательно попробую попозже. Не по-пацански, конечно, да. Всё правильно, Евгений. Так, у нас ещё есть желающие задать вопрос? В чём разница между HTML и HDMI? Ну, в паре букв. Короткий вопрос, короткий ответ. Прекрасно. Возможно, у вас опять же есть, Евгений, вопросы снова. Но я вижу по вашему лицу, что нет, поэтому ладно, давайте мы вас поспрашиваем. Вот смотрите, Евгений, у нас очень дружная команда. Подскажите, какой вы человек, как вы вливаете коллектив? Какие у вас есть негативные стороны? Ну, знаете, у меня есть только очень положительные стороны, потому что я люблю прокачиваться. Все, кто любит прокачиваться, они прокачиваются. И это тот путь, по которому должен идти настоящий разработчик, настоящий Team Lead. В общем, всё так. Прекрасно, прекрасно. Вот такой настрой должен быть у настоящего Team Lead. Собственно, вы знаете, Евгений, мне кажется, всё здорово, всё прекрасно. В общем-то, мы с вами прошлись по всем секциям. Извините, это сейчас, секундочку. Звонят? Алло? Да, да. Да, привет. Чё, да ладно, серьёзно? Да ладно. Да нет. Ну, слушай, ладно, давай потом обсудим, в принципе. Потом, да-да-да. Ну, в баре, да, соберёмся, как обычно, вечером. Ага, да, давай, давай. Всё, ага. Звонил этот самый главный. Меня увольняют. Собственно, приятно было с вами, Евгений, конечно, пообщаться. Очень интересно, спасибо. В общем, успехов, всего хорошего. До свидания. Надеюсь, что оффер не пришлют. Мечтай, конечно. Ага. Собственно, вот примерно такая у нас странная, кринжовая, может быть, местами увлекательная импровизация. У нас, в принципе, есть ещё время на вопросы. Я вообще думал, что за вопросы пока мы в зале рассуждали. Но я думаю, ты всё равно ничего не запомнил. И у нас есть два замечательных подарка от, так сказать, небезызвестного стартапа банка «Точка». Да, поэтому… А сколько у нас времени на вопросы? А, там обед, поэтому сколько хочешь. Ну, в принципе, мы можем уже чуть более серьёзные вопросы обсудить, если у кого есть, по собеседованиям. Я, правда, не знаю, какие вопросы тут могут быть, но давайте попробуем. А у меня вопрос, как теперь ходить на собеседование? Ну, очень тяжело, конечно. Но самое главное, вы уже видели, что может быть. На практике, скорее всего, с вами хуже уже не будет. Я считаю, вот эта мысль, она должна согревать. Потому что, что бы вы ни увидели, скорее всего, до такого всё не дойдёт. То есть, вместо того, чтобы что-то улучшить, подсветить проблемы, поработать над ними, подумать. Ты такой, типа, ну, хуже не будет, пацаны, терпите. Молодец, Женя, молодец. Ну, а как ты думал? Возможно, ещё есть вопросы или предложения похоливарить, пообсудить. У нас, благо, есть целое обеденное время, а, видимо, вы не собираетесь обедать. Конечно, не собираемся. Привет. Привет. Было смешно. Если много этапов собеседований, и все вроде нормальные, и один встречается, токсик, идиотик, стоит ли свернуть, по твоему мнению, желание идти в эту компанию? Ну, я считаю, что когда секций много, значит, процесс в целом поставлен таким образом, что, ну, общаясь с разными людьми, вы можете составить среднее какое-то своё мнение про компанию. Если это один токсик, и это не тот токсик, который будет работать с вами, не ваш, например, там, тимлит или ещё кто-нибудь, там, руководитель, то, в принципе, можно это проигнорировать. А вот если это, собственно, несколько таких секций, ну, либо это человек, который вас нанимает именно токсик, тогда стоит к этому присмотреться, и лучше, возможно, отказаться. Потому что, ну, в больших компаниях, на самом деле, очень сложно по интервьюерам судить о том, что будет в вашей команде, потому что вас зачастую собеседуют какие-то другие люди, не те, с которыми будете работать. Поэтому тут как-то так, в среднем по больнице. Может повезти, что на собеседованиях токсики команда лапочки, может быть, наоборот, собеседование отличное, приходите в команду, там, а то израиль начинается. Так, да. Я хотел сказать Дмитрий, потом вспомнил, что Евгений все-таки. Можете звать меня Дмитрий. Но по лицу я скажу, что вы Дмитрий. Спасибо. В общем, вопрос такой. Вот мы сейчас ушли в одну крайность собеседований. А как, по твоему мнению, выглядит идеальный процесс собеседования? Ты уже сказал, что это должно быть не сильно много этапов. Ну, на мой взгляд, идеальный процесс собеседования – это тот, который устраивает обе стороны. А стороны бывают разные. И то есть для кого-то может устраивать вариант, когда у нас много секций. Это может и компания устраивать, и кандидата может устраивать. Если он очень сильно хочет туда устроиться, он к этому готов. Да, могут быть компании, для которых другой вариант. То есть, на мой взгляд, если говорить в общем, самая, наверное, идеальная часть – это когда собеседование – это обоюдный процесс. Во время которого и кандидат принимает решение, хочет ли он вообще работать в этой компании, работать с этими людьми и в той культуре, в которой выросли те, кто его собеседует. Скажем так. То есть, ну, понятно, что судить здесь очень сложно, но так в среднем по больнице можно какое-то представление получить. Собственно, и компания должна получить достаточной информации, чтобы принять решение. А какая информация ей нужна и сколько ее нужно, уже зависит конкретно от компании, от того, как у них процесс построен. Спасибо. Я нередко слушаю о том, что нам нужно прокачивать навыки прохождения собеседований. Так вот, например, если я прохожу собеседование и по его окончанию я спрашиваю обратную связь сразу же у команды, у которой прохожу собес, Считается ли это редфлагом со стороны команды в том, что я как кандидат не уверен в себе, такой прошу фидбэк, или это вполне нормально просить? И как еще можно прокачивать навыки собеседований? Ну, я не могу сказать за все команды, но лично я считаю, что просить обратную связь – это всегда допустимо. Не всегда можно ее дать в каком-то объеме полезном по разным причинам. Иногда на это нет какого-то процесса, иногда нет времени, иногда еще что-нибудь. Иногда люди просто не умеют давать какую-то корректную обратную связь, поэтому они скорее могут отказаться, чем что-то давать. Поэтому запрашивать точно стоит, но мало кто на это, думаю, обидится. Как можно прокачиваться? Ну, здесь опыт, сын ошибок трудных. Мне кажется, для любого специалиста есть смысл даже не с целью поиска какой-то работы, выбивания какого-то высокого оффера просто по каким-то релевантным позициям. Время от времени приходите общаться, чтобы вообще понять, что хочет рынок в среднем и насколько вы в него попадаете. Все это позволяет приземлить свое ожидание в голове, которое выстраивается за годы, с тем, что по факту люди имеют. Потому что если, например, 10 лет в одной компании работать, получить какое-то внутреннее повышение, считать, что вот я там senior developer или кто-нибудь еще, но никогда не ходить на собеседование, может быть, очень больно потом понимать, что разница вот эта накопленная, она может быть серьезной. Поэтому практика здесь какая-то периодическая, она очень полезна. Я не рекомендую прям заучивать все задания, готовиться так, чтобы просто идеально проходить само собеседование. То есть скорее именно готовиться к тому, чтобы просто уметь общаться с людьми, уметь продавать себя в хорошем смысле, продавать, не врать, не приукрашивать, но правильным образом говорить про свои достижения, про свои навыки. Это тоже определенный навык, который с практикой тренируется. Если вы вообще по собеседованию не ходите, то какие бы крутые навыки у вас не были, их очень сложно будет продать. Но как бы очень велик шанс, что просто не повезет. Да, ходить по собеседованию – это как к проктологу сходить. Сначала страшно, а потом становится регулярным процессом. А потом нравится. И потом еще нравится, да. Тебе надо два лучших вопроса выбрать, кстати, запомни. Не забывай. Спасибо за эту сценку, Евгений. Как думаешь, это норм вот так вот ходить на собеседование без планов менять работу, чтобы оценить свои позиции на рынке и, возможно, если предлагают в районе выше твоего, ну, как-то повлиять на своего работодателя. Но без планов же менять свое место работы. Ну, мне кажется, в плане влияния на работодателя тут очень важно взаимодействие с своим текущим руководителем. Потому что независимо от того, какая компания, насколько формальный в ней процесс, обсуждение дальнейшего роста каких-то планов на рост сотрудникам – это обязанность любого менеджера на любом уровне. Поэтому здесь следует проговаривать как раз, что есть какие-то ожидания, с одной стороны, что я хочу там, не знаю, в следующем году увеличить свой доход на такой-то процент. Это как бы ожидания. Их можно проговаривать, можно проговаривать, что ожидает от тебя, собственно, вышестоящий менеджер, чтобы такое желание удовлетворить. Это одна сторона. Вторая сторона – есть дополнительная фактура, которую можно приложить при таких разговорах. И вот этой фактурой в том числе может являться то, что я вот ходил по рынку и примерно представляю, что, например, там, не знаю, средние там по рынку компании, которые мне нравятся, там, соизмеримые с нашей, они вот, не знаю, приглашают меня на какие-то позиции. Возможно, даже есть какие-то офферы и так далее. То есть, ну, не с точки зрения давления. То есть, ну, понятно, что если есть прямо уже офферы, он уже там x1,5-x2 от текущей зарплаты, можно просто прийти, сказать, ну, вот, как бы, сэлеви, либо ухожу, либо повысите. Ну, такое бывает, это жизнь. Но и в целом, как бы, можно, если нет такой необходимости, либо таких кратных каких-то изменений, просто так вот регулярно это все обсуждать. И открытость здесь самое важное, потому что если вы приходите и внезапно говорите, что я через неделю хочу x2 зарплату, ну, скорее всего, очень невелик шанс, что это случится. А если вы это обсуждаете заранее, даже при предыдущем повышении, может быть, типа, получили повышение там x процент какой-то, можно сказать, типа, вот, не знаю, через год будет у меня новое повышение, что вы от меня ожидаете, чтобы я его получил. Вот, и тогда вы заранее знаете, что от вас ожидают. Руководитель заранее знает примерно, насколько вы там быстро хотите расти, насколько для вас это важно принципиально и так далее, насколько вы готовы в это вкладываться. То, что, ну, многие люди, они достигают какой-то планки там доходов, доходов, и, в принципе, дальше не очень хочется там сильно, ну, вкалывать. Хочется заниматься хобби, чем-то еще, это тоже нормальная позиция, но руководитель должен об этом знать, потому что он должен понимать, кто у него там прям прокачивается-прокачивается и хочет там повышения, и готов ради этого повышения там очень сильно постараться. Ну, а кому, в принципе, нормально и так, и достаточно, предположим, там, ну, инфляцию какую-то покрыть и не беспокоиться. Так, давай сначала тому, да, раньше была рука. Да, спасибо. Два, может, три провокационных вопроса. Стоит ли руководителю говорить о том, что ты ходишь на собеседование, потестироваться? Стоит ли, куда ты идешь собеседоваться, говорить, что ты просто так, ну, просто потестироваться? И когда Никита подстриктил? Третий вопрос можно еще раз? Ну, это как обычно, знаешь, я же Коля, но почему-то называют Никита. В общем, меня моими же граблями ударил. Черт. Так, ну, по поводу того, о чем говорить, о чем не говорить. Тут нету какого-то общего совета, потому что все люди разные. И степень доверия ваша с руководителем, она очень разная. Ну, и с коллегами в том числе. То есть иногда как бы тут надо само определять. То есть если у нас есть какое-то высокое доверие, как бы друг к другу, мы уже много лет работали вместе, и вы понимаете, что это не повлечет какой-то там неоправданной реакции, то в принципе можно это обсудить. Ну, как бы мы нормально работаем, я прокачиваюсь в рамках своей компании, там делаю задачи, ну, вот время от времени там схожу на рынок, смотрю, что там происходит. То есть, ну, а если вы не уверены, то лучше, наверное, лишний раз просто про это не говорить. То есть не с точки зрения того, чтобы что-то скрыть и как-то втихаря там в крысу там найти себе лофер и убежать с работы срочно, а скорее просто к тому, чтобы, ну, лишний раз не нагнетать. То есть потому что, ну, люди разные, люди по-разному реагируют. Вот, поэтому можно гипотетически спросить, например, опять же, то есть заранее, еще до того, как вы будете когда-то на собесы сходить, типа у человека, типа как вообще относитесь к этому, то есть есть какие-то проблемы. У меня вопрос, Евгений. Да. Вот хочу узнать личный опыт. Насколько сильно при собеседовании кандидата, ну, можно в процентах, влияет личный мэч, вот интуиция, а не скиллы конкретно кандидата? Хочу сравнить вот опыт. Тут, наверное, опять же, как обычно сильно зависит. Вот, я бы сказал, что в компаниях, у которых достаточно широкий процесс, вот секционный, где разные люди вас собеседуют, там это влияет чуть меньше, потому что там, ну, даже, насколько бы хорошо у вас не был мэч, если вы не прошли основные секции, не получили грейд, который соответствует вашим зарплатным ожиданиям, нанимающий руководитель, ну, в принципе, все равно не сможет вас нанять. Ну, у него есть какие-то определенные там возможности, где-то чуть-чуть превысить там вилку, где-то еще что-то придумать, какие-то дополнительные опции, но все равно он ограничен тем, как вы прошли вот это все собеседование и какой результат получили. То есть он под свою ответственность продавить не может как бы остаться? Ну, от компании к компании зависит. То есть обычно какая-то вот небольшая возможность половировать есть, но это уже нужно прям вкладываться в самые какие-то прям крайние случаи. А если компания маленькая, если вас собеседует как бы один человек, и он же принимает итоговое решение, то здесь, конечно, вот этот личный мэч очень важен. Потому что как бы то, как человек проводит собеседование, как бы техническое, софтовое и так далее, то, как он интерпретирует его результаты, зависит чисто от него. И вот если вы ему как человек понравились, то, скорее всего, вам будет проще продать ему свои технические навыки и так далее. И если он же потом принимает решение, типа, что вот на такую-то зарплату мы будем вас нанимать, ну, идет там, согласовывает его, не знаю, с сети, с кем-нибудь еще, то здесь, конечно, вот это личное отношение очень прям важно. Потому что, ну, чем меньше, короче, компания, чем меньше команда, тем больше пользы и больше необходимости, на мой взгляд, вот в этом каком-то сплетении того, что мы друг другу лучше подходим. Спасибо. Так, ну, у нас, похоже, вопросов больше нет. А, нет, еще, ничего себе, еще есть, ладно. Но ты помнишь, что нужно все еще два лучших выбрать? Ты не пугай меня. Нет, 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 я просто, ты забудешь, я знаю. Ты запомни за меня все. Я сейчас пока сидел, понял, что если есть ситуация, когда вот тебе зовут, говорят, вот точка, классная компания, ты приходишь на собес, тебя там душат, есть ли смысл попробовать второй раз пройти собес, чтобы вдруг тебя там не задушат, и компания все-таки классная? Товарищи из точки, вы зачем душите людей? Подожди, подожди, я собеседование провожу, поэтому там все нормально. Как бы там не душат. Коля, Коля, неодобряем. Так, ну, смотрите, по поводу того, душат, не душат, как я раньше говорил, в крупной компании там, с одной стороны, очень разные люди, и поэтому можно попасться на какого-то интервьюера менее адекватного, более адекватного. Но с другой стороны, в среднем по больнице как раз сама компания, люди, которые организовывают собеседование, они ответственны за то, чтобы своих интервьюеров выравнивать. Поэтому с них ответственность снимать не стоит. Если у них даже один интервьюер, там, не знаю, из 10 какой-то неадекватный, это их проблема, а не ваша проблема. Здесь, ну, как обычно, мне кажется, надо именно исходить из того, что если компания большая, значит, у них все равно есть какой-то процесс повторных собеседований. Вы один раз пришли, ну, у вас не срослось, оценку получили невысокую, оффер вам не предложили, но обычно HR-ы, они понимают, что это все циклический процесс, как бы, и даже если вы сейчас там по каким-то причинам не тянете, ну, через полгодика, через годик и так далее, они все равно могут к вам вернуться, либо вы к ним вернетесь и заново пройдете. То есть поэтому опции типа, что просто я поменяю интервьюера, как бы, через два дня с другим пособеседуюсь, возможно, он поставит мне оценку повыше, таких обычно не дают, ну, в исключительных ситуациях. Если прям, там, не знаю, вы докажете, что интервьюер был вообще неадекватен, то может быть, конечно, вам заменят его. Но обычно просто периодически, можно через какой-то период попробовать заново. И здесь, как бы, бояться не стоит, ну, как бы, хороших компаний достаточно много, но, опять же, какая компания хорошая, вы поймете только сами на своем опыте. То есть она хороша для каждого конкретного человека, поэтому надо сходить именно с того, чтобы понять. Вот если просто никуда не ходить, то никогда не поймете, какая компания хорошая, потому что, ну, условный какой-нибудь там Тинькофф, он хорош для одних людей. Для других людей, может сказать, что вообще, ну, типа, отстойная компания, там, выжимают из нас все соки, заставляют работать, мы там не будем. Для других людей будет другая компания хорошая, а другая хуже. Вот, поэтому надо ходить, надо не стесняться, точно не бояться. Мне кажется, один кейс с одним интервьюером, который вас задушнил, ну, во-первых, он, может быть, задушнил и подделал, на самом деле, я не знаю, что происходило, с одной стороны. Но, с другой стороны, это точно не приговор, надо пробовать еще. У меня вопрос немножко про духноту как раз, но с другой стороны, со стороны интервьюера. Я последние три года провожу технические секции, на которых код пишут люди, и некоторое время назад люди спокойно решали задачки на бумажке, на доске, на чем угодно. Сейчас кандидаты приходят, у них есть редактор кода, подсветка синтаксиса, но они такие, блин, а где мой автокомплит? И вот это я душню или разработчики нежные стали? Ну, я думаю, просто мы стареем, как бы. И то, что было нормально там 10 лет назад, когда, не знаю, ну, лично я там начинал карьеру и проходил какие-то первые собеседования на доске, то уже сейчас не очень-то в тренде и в моде. Тут надо скорее адаптироваться. Ну, типа, это не плохо или не хорошо, на мой взгляд, само по себе. То есть, в принципе, и так, и так собеседование можно проводить. Можно в текстовом редакторе без автокомплита проводить. Я вот лично просто использую онлайн-редактор, в котором подсветка есть, но никакого комплита нет. И как бы никто вроде не жаловался. Ну, по крайней мере, вслух. Уже я не знаю. То есть, в каком-то таком среднем. То есть, я не предлагаю там прям взять патчарами, там за вас все нарисуется, как бы вот. Мы все равно пишем код. Ну, поэтому мой короткий ответ, короче, надо адаптироваться. Времена меняются, меняются какие-то тренды, моды. Как бы если все вокруг будут компании предлагать комфортные условия для собеседования, да, там, как, не знаю, ну, сейчас все в онлайне собеседуются в основном. То есть, там будут удобные интерфейсы, удобный процесс. HR ответил на все вопросы, интервьюр вежливый, рассказал там про весь процесс, дал обратную связь. То понятно, что кандидаты будут в такие компании уходить. Если как бы мы не адаптируемся, мы как-то по-старому живем, что просто вот ты пришел, давай на доске рисуй, в общем, твои проблемы, что у тебя не получается, что ты никогда так не делал. Ну, конечно, просто какое-то количество людей, они отвалятся именно потому, что мы как бы им навстречу не пошли. Вот мне кажется, надо идти навстречу, надо упрощать, надо быть проще, быть ближе к людям. А если к тебе пришел человек, который прямо говорит, да я вообще вот там бородатый, мне там, не знаю, у меня миллион лет опыта, и вы с ним можете, конечно, собраться в баре и порисовать на доске чего угодно, как бы. Но это должно быть обоюдное решение какое-то, по любви, скажем так. Да, бар – это тема. Лучше собеседование всегда проходит за пинтой пиво, так сказать, в зуме, не в зуме. Вот. Так, у нас вопросов как будто бы, как будто бы, да, больше нет. Смотри, давай, я пойду тебе навстречу, Жень, поскольку ты хорошо прошел, в принципе, собеседование, да. Я выберу один вопрос вместо тебя, ты выберешь второй, я вот выбираю последний вопрос. Мне очень понравилась она болевшая тема, а ты выбираешь один свой какой-то из тех десяти, которые были. Не, ну ты просто читер, ты запомнил только последний вопрос. И я запомнил только последний вопрос. Поэтому я выбрал первый, конечно. Ну, я запомнил вопрос, был еще про то, как прокачиваться, скажем так, я люблю прокачиваться по поводу собеседования вот от девушки в заднем ряду. Давай, это рюкзак для качков. Рюкзак какой-то очень серьезный. Где у нас, какая из девушек? Вот, ага. Ну, а все вопросы были прикольные. Надеюсь, вам не слишком было скучно на нашем кринжовом собеседовании. Всем спасибо. Не приходите еще, да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok